Здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир программы «Главная тема» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Каратаев, заместитель главы администрации Одинцовского городского округа, и Кирилл Романович Кромский, территориально управляющий компании «Русский региональный оператор». Здравствуйте! – Добрый день! – Добрый день! – Ну, а тема, как всегда, мусор. Итак, Михаил Владимирович, реализация реформы по обращению с ТКО проходит уже в течение полутора лет, но, тем не менее, остаются проблемы. Что сегодня на повестке? Хотелось бы сказать сначала, что не уже, а еще только всего полтора года мы пытаемся выстроить новую отрасль, которая будет позволять всем жителям жить в комфорте с точки зрения вывоза мусора от всех мусорообразователей. И за полтора года было сделано очень много. Но есть, конечно, и то, на чем мы сейчас работаем. В первую очередь, конечно, это навалы мусора на отдельных контейнерных площадках. Они происходят стихийно, происходят по причине того, что в некоторых случаях контейнерные площадки переполняются по вине мусорообразователей, которые выбрасывают мусор в объемах, не предусмотренных для данной контейнерной площадки. А в некоторых случаях из-за недобросовестных ремонтников, которые выбрасывают строительный мусор на контейнерные площадки, которые для этого не предназначены. Сейчас у нас основная задача – это стабилизировать накопление мусора на площадках и обеспечить их регулярный вывоз, чтобы мусорные кучи не образовывались уже нигде. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать, позвонив в студию по телефону 508-86-84. Михаил Владимирович, сколько на сегодняшний день контейнерных площадок в нашем округе? В округе у нас более 2000 контейнерных площадок, из них муниципальных 552. Все остальные площадки – это уже площадки, которые относятся либо к магазинам, либо к садам, школам, либо это СНТ, ДНТ, деревни. В ИЖС у нас в основном муниципальные контейнерные площадки, а также еще у нас на сегодняшний день существуют контейнерные площадки, на которых размещены контейнеры для КГМ. То есть это не просто серый и синий контейнер, а еще и большой контейнер для приема крупногабаритного мусора от населения. Вот, кстати, то, что касается именно крупногабаритного мусора от населения, зачастую, Кирилл Романович, наверное, к вам вопрос, там можно увидеть не совсем тот мусор, для которого предназначен этот контейнер. Да, к сожалению, это так. Мы уже здесь и ранее встречались, говорили по этому вопросу, где мы по заходу техники на сбор данного контейнера обнаруживаем отходы, не относящиеся к двернокуммунальным. Это строительный бой, бой кирпича, перегородки стен, оконные рамы. Данные отходы, вот мы их можно видеть на экране, относятся не к твердому коммунальным и к вывозу не поднадлежат. В связи с этим мы вынуждены информировать баланс содержателя контейнерной площадки, задействовать ряд групп, которые оперативно выбирают данные отходы, и мы повторно осуществляем вывоз. То есть это же получается двойная работа, двойная нагрузка? Совершенно верно. К сожалению, эта двойная работа, она нужна, потому что, повторюсь, всего полтора года мы живем в новом формате, и эта работа, она как раз связана с тем, что пока еще не все привыкли к тому, что мусор надо разделять не только на серый и синий контейнер, но и на строительный мусор, который является мусором отдельной категории, и под который все жители, когда проводят ремонты, должны заказывать отдельные контейнеры у специализированной организации. Но мы не устоим об этом повторять, я думаю, что будем делать это неоднократно, потому что информация получается весьма востребованная, если люди до сих пор не понимают, как использовать по назначению ту или иную контейнерную площадку. Да, конечно, мы информацию постоянно доводим до жителей, сейчас это информирование идет на всех площадках, СМИ, в интернете, и в том числе на телевидении. Кстати, проводятся вновь рейды по мусору, наша съемочная группа побывала в лесном городке буквально накануне, давайте посмотрим, как обстоит дело там. Сейчас на этой контейнерной площадке довольно чисто, но, по словам активистов, еще вчера здесь были завалы крупногабаритного мусора. В ходе рейда с сотрудниками полиции, депутатами округа и Аднтехнадзором выяснили, эта территория рассчитана на несколько близлежащих домов, и баки стоят в соответствии с нормативами. Но мусор свозят чуть ли не со всей округи. 50% жителей за те три часа, которые мы находились на контейнерной площадке, это были именно люди, управляющие компанией «Лесной городок». Побеседовав с жителями, они не знали о том, что, например, эта контейнерная площадка принадлежит определенному дому. Они не знали, что они не могут туда выносить мусор. Компания «Лесной городок» заключила договор с русским рекоператором не по нормативу, а по факту накопления, и жители якобы в курсе. Вот только рейд показал, что людей не оповестили. Подъездные мусоропроводы попросту не проходят крупногабаритные отходы. Жители везут их на эту контейнерную площадку. Учитывая, что лето – сезон ремонтов, таких отходов много, и в два восьмикубовых контейнера они не помещаются. Отсюда завалы на территории, а это недопустимо. Выявили и еще одного нарушителя. Буквально через дорогу находится торговый центр «Орешек», у которого заключен фиктивный договор, говорю это со всей ответственностью, потому что проверили вместе его с администрацией. И норма накопления у них 4 куба в месяц. Хотя площадь данного торгового центра более 3000 квадратных метров. Вот представьте, какие уже существуют нарушения. Если вы увидели таких нарушителей, необходимо срочно обратиться к участковому, который должен установить личность. За несанкционированный выброс мусора полагаются штрафы. Для физлиц от 5000 рублей, а для юридических от 300 тысяч. Михаил Владимирович, какое решение вынесено по данному факту? Потому что я знаю, что протокол был составлен после того, как съемочная группа уже уехала. Решение у нас оформляет Госантехнадзор. Далее это направляется в суд, если необходимо. И потом определяется уже вина. То есть сначала составляется протокол, потом составляется уже необходимая документация, и по ней выставляется штраф. Штраф там варьируется в зависимости от того, какой объем был мусора, и кто совершил это нарушение, юрлицо или физлицо. Какое будет решение, как вы думаете, Кирилл Романович, вот этого вопроса, конкретно этой территории? Касающейся прилегающей территории, к которой торговый центр относился, здесь был обход комиссионный, где действительно был выявлен фиктивный договор. Здесь у нас был ряд нарушений. Это первое основное, что отходообразователь не согласовал место накопления с органами местного управления, хотя у нас действует нормативная база, где каждое юридическое лицо обязано прийти в администрацию и подать заявку на либо согласование о создании места накопления, либо о его уже существовании. В данном случае мы выявили фиктивный договор. Не всегда рекоператор способен проверять данные вопросы. К сожалению, такими методами мы и выявляем их. То есть получается, что рейды будут продолжены, и такие случаи есть еще, выявляются на территории? Рейды у нас сейчас составлен график на весь месяц. И по какому принципу, кстати, он составляется? Составляется по очень простому принципу. Там, где есть навалы, там и проходят рейды. То есть у нас есть 15-20 площадок на территории округа, на которых регулярно образуются навалы мусора. По ним будут проводиться рейды. Если площадки будут меняться с точки зрения навалов мусора, мы там будем проводить также рейды. На сегодняшний день у нас к этой работе подключена полиция и подключен Госадмотехнадзор. А все-таки вот конкретно по этой ситуации чаще всего такие навалы создают физлица или юрлица? По практике? По практике обычно это физлица, если это навалы строительного мусора. То есть обычно приезжает газель или микроавтобус и разгружает строяк в мешках. Юрлица создают навалы из торгового мусора. Это упаковки, тара от магазинов. Это тоже все имеет очень большой объем. Малый вес, но большой объем. Если раньше магазин, имея свою контейнерную площадку, он заботился о том, чтобы этот объем уменьшить, спрессовать и укладывать в баки аккуратно, то, когда выбрасывается это на муниципальную площадку, то выбрасывается это все без уплотнения со стороны магазина. Ну и, как правильно абсолютно заметил Кирилл Романович, еще и тот объем, который у него законтрактован, у этого торгового объекта, он не соответствует его нормативным площадям. Если говорить о контейнерных площадках, с Боровихинского поселения началась обработка контейнеров. Это тоже предусмотрено регламентом работ, который проводит рекоператор. Как часто это делается и охватили ли вы уже весь округ? Да, конечно, мы охватили округ. Эту работу мы начали, как начался весенний период. Раз в 10 дней, согласно регламенту, установленным санитарным нормам, приходят машины по обеззараживанию и дезинфицированию контейнеров. Как часто вывозится мусор? Ну, опять-таки, согласно санитарным нормам, на открытых местностях у нас вывоз ежедневный. Это установлено. В случае каких-то отношений с договорными компаниями, это устанавливается согласно договору. Я вам предлагаю сейчас посмотреть, как проходит дезинфекция контейнеров. Наша съемочная группа тоже побывала в Боровихинском поселении. Ловкое движение руки Александра Петровича и с виду простой мусоровоз превращается в мобильную мойку для баков. Буквально две минуты и контейнер почти как новенький. Выкатил, подкатил, сцепил, поднял, промыл на место. Итак, каждый день перед тем, как перейти к водным процедурам, бак опустошат. Мусор спрессуют, а емкость помоют. Один такой автомобиль может обработать до 50 контейнеров в день. На предприятии сейчас таких машин 10. В ближайшее время закупят еще столько же. В компании порядка 10 специализированных автомобилей на базе КАМАЗ, соответствующей установкой, которая позволяет дезинфицировать контейнеры, соответственно, проводить их санитарную обработку. Также имеется функция перед их обработкой. Есть возможность выгрузить мусор, находящийся в контейнере, в установку, спрессовать его и затем произвести дезинфекцию. Санитарную обработку так называемых евробаков начали с Барвихи. Работа проводится строго по регламенту. Дезинфицирующее вещество – то, что Роспотребнадзор рекомендует. Принять эти меры сейчас важно не только из-за распространения коронавируса. В жару и другие вредители человеческому здоровью активно размножаются. В Барвихинском поселении на сегодняшний день обслужены все муниципальные площадки. В дальнейшем это будет охватываться город Одинцова и последующие поселения. Баки не только на муниципальных площадках пройдут санитарную обработку. На очереди коммерческие и социальные объекты, частные дома и СНТ. Дезинфекцию проводят раз в 10 дней. Качество работ контролируют с помощью фотофиксации и специального мобильного приложения. Кирилл Романович, довольны ли вы тем, как проходит дезинфекция контейнеров? Да, конечно. Довольны ли жители? Житель, скорее всего, он не замечает, когда мимо проходит, что данные машины осуществляют помывку бака, так как определенно видно, что она занимается как посудомойкой, которую положили. Вообще очень интересный процесс. Правда, с одной стороны и мусор убран, и контейнер помыт. Два в одном. Естественно, есть сдвиги по графику. Это опять-таки от запаркованности мы тоже не уходим, от затруднений проезда мы также не уходим. Стараемся быть в нужное время, в нужном месте. Михаил Владимирович, вот Кирилл сказал о том, что есть затруднения. Безусловно, все мы об этом знаем, что очень часто недобросовестные жители бросают свои машины, но не совсем по правилам, не совсем в разрешенных местах и действительно препятствуют вывозу мусора, а потом идут и жалуются на то, что мусор несвоевременно вывезли, контейнерную площадку не обработали. Часто вот такие проблемы вы фиксируете? Мы эти проблемы фиксируем совместно с рекоператором. Очень часто у нас оставляют машины в местах, где нужен проезд мусоровоза. Особенно эта проблема актуальна на территории ГП Одинцова и новых микрорайонах, там, где большая плотность населения, большие дома, а парковочных мест мало. Соответственно, жители стараются использовать каждый клочок земли для того, чтобы разместить свой автотранспорт. Мы как раз сейчас видим на экране прямое доказательство машины, контейнерная площадка, и просто невозможно к ней подобраться, ну разве что по воздуху. Но тогда, наверное, вывезти мусор тоже не удастся. Да, и, к сожалению, вот если обратить внимание на эту фотографию, то здесь восьмерка контейнер, восьмикубовый. Его, чтобы поднять, необходимо, чтобы машина вплотную подъехала, и необходим радиус разворота. То есть у нас не только, когда вот так бросают машину внутри контейнерной площадки, но даже когда рядом с контейнерной площадкой стоят машины, мусоровоз не может развернуться. Потому что если маленький бак можно выкатить, он на колесиках, и подкатить к мусоровозу, то для того, чтобы забрать восьмикубовый контейнер, необходимо, вот если вы обратите внимание, здесь даже стоят полусферы, для того, чтобы ограничить. Но вот машинку все равно установили. Но они не ограничивают, да, все равно водители бросают. Но он встал между полусферами. То есть видно уже, там знак висит. Показал свое мастерство. Да, видно, что стоять здесь не надо, но все равно люди ставят машину. Здесь, конечно, первое, что мы стараемся делать, это стараемся дозвониться до водителей, которые оставляют телефон у себя под лобовым стеклом. Если это не получается, то машина эвакуируется. Ну вот мне кажется, что второй вариант очень действенный. После того, как такому автолюбителю придется оплатить пару штрафов, то, наверное, в следующий раз ему не захвачатся. Да, хочется добавить, что... ...вставить свою машину около контейнерной площадки. Существует административное правонарушение, которое влечет от 3 до 5 тысяч рублей за отсутствие возможности подъезда специализированной техники к местам накопления. Вот это как раз тот вариант, когда транспорт, неважно какой, стоит, заслоняет работу техники. Мы непосредственно передаем данные опять в органы местного управления и в данном случае уже административная комиссия разбирает данный вопрос. А вот насколько все-таки по времени затягивается процедура вывоза мусора вот из-за таких историй? В зависимости... И может ли просто мусоровоз уехать, потому что не смогли... В зависимости от того, как мы быстро отреагировали и быстро сообразили в части распаркованности. Если мы отрабатываем этот участок в течение часа, машина возвращается в течение часа. Если у нас получается отработать в течение дня, машина возвращается уже к вечеру. Ну, в любом случае, если такой сбой на одной площадке, на второй, то все-таки происходит смещение графика. Да, совершенно верно. И, опять же, получается, жители обращаются к вам, вы обращаетесь к рекоператору? Ну, вы абсолютно правы. Получается некий замкнутый круг, то есть жители недовольны, что у него вовремя вывезли мусор. Рекоператор не может его вывезти, потому что стоит запаркованная машина, сбивается график и наступает эффект лавины. То есть одна, вторая, третья, уже контейнерные площадки не вывезены, баки полные, были на момент, когда должны были быть вывезены. Дальше появляется история, что рядом с баками появляются уже пакеты новые. А у нас звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. Я живу по Можайке 39. Мы обращаем внимание, конечно, на то, что баки идеально чистые. Молодцы ребята. Ничего не могу сказать. Но у меня другой вопрос. У нас по этой мусорке, которая там стоит, где-то порядка 6 домов. Где кидается, да, это порядка где-то 600-700 квартир. Не много ли мы скидываем денег? Порядка 350-370 рублей с каждой квартиры. Вот такой у меня вопрос. Спасибо за вопрос. Кирилл Романович. Здесь вопрос не в том, что куда вы сбрасываете отходы. Во-первых, тариф установлен в Московской области. Он распространяется на квадратные метры. Это установленная норма. Сегодня житель может пойти вправо, пойти выкидывать мусор, может пойти влево. Это к тому, что не обязательно, что 6 домов могут нести на указанную контейнерную площадку. Тариф, он у нас второй год уже не меняется. Повышение нам не грозит. Это все в рамках действующих загадочек в плане того, что определенный коэффициент, который мы увидим в следующие годы, повышение мы существенно не увидим. Кстати, то, что касается самоизоляции периодов мандемии, фиксировали ли вы увеличение мусора? Все-таки огромное количество людей находилось дома. Да, с своей стороны мы увеличивали графики вывозов. Мы старались установить больше контейнеров. Мы понимали, что люди остаются дома. Естественно, ни о каком повышении тарифов не шло. Нет, ни в коем случае. Все оставалось как положено. В данном случае здесь уже занимался вопрос рекоператорам. А как рассчитывается величина той или иной контейнерной площадки, когда она устанавливается в микрорайоне? Она рассчитывается... Что берется во внимание, если нам телезритель позвонил, шесть домов свозят весь мусор на одну контейнерную площадку? С действующим законодательством у нас место накопления должно быть оборудовано от 20 до 100 метров. Если в данный радиус попадает жилой фонд, он непосредственно считается норматив, который относится к какому-либо дому. Из этого у нас формируется количество им костей. Ну и также хочется отметить, что на каждой контейнерной площадке у нас установлено лимит. Это не более 10. Мы стараемся, прорабатываем опять с органами самоправления те площадки, где у нас есть еще на сегодняшний день более 20 баков установлено. Это, во-первых, не эстетично. Мы стараемся их расщеплять, перемещать, чтобы всегда было чисто и культурно. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Добрый вечер. Беспокоит житель дома Пожуково, дом 7, корпус 1. Ситуация следующего характера. Вы знаете, дом 60-го года постройки, ремонт не делался ни одного раза. То есть, вы меня простите за банальный пример. Значит, вот лично я собирала денежные средства с 1 по 9 этаж, что называется, в шапку. Благословение батюшки Николая с Гребневского храма. Значит, да, вот он благословил, и я пошла в 1 по 9 этаж, собирала то, сколько даст. Видите, вот до такой степени. Потом нанимали. После этого на эти средства был проведен какой-то ремонт, или вы просто собрали? Мы сами, мы сами, сами покупали краску, находили частное лицо, который он хотя бы на первом этаже привелся в эстетическое состояние. Но это было 7 лет назад. С этого времени господин Кочеварин, который выглавляет управляющую компанию «Наного спортивной 10», говорит нам следующее, что нужно собрать совет жильцов-собственников, провести собрание, хотят ли они сделать ремонт. Вот, знаете, я хотела бы, чтобы вы, как представитель компании ОТВ, прокомментировали, какие должны быть собрания проведены, и что жители не согласятся элементарно провести косметический ремонт. Это же просто смешно. Вы не представляете, в каком состоянии. Я думаю, что я, скорее всего, прокомментировать не смогу, но вот переадресовать ваши вопросы Михаилу Владимировичу Каратаеву, в общем-то, вполне себе могу. Спасибо за звонок, Михаил Владимирович. Ремонт подъездов – это одна из больших программ, которая ведется под эгидой губернатора Московской области. Мы каждый год ремонтируем сотни подъездов, и обязательным условием включения подъезда в ремонт является проведение общего собрания собственников, на котором собственники определяют, какие элементы подъезда необходимо отремонтировать, определяют, какой цвет краски необходимо при этом использовать. И многие организационные вопросы также выносятся на это небольшое собрание. Также обычно в доме всегда есть разные мнения, и это собрание позволяет их снять, не доводить вопрос до конфликта, а именно в рамках собраний решать вопросы, связанные с использованием общедомового имущества. Поэтому это требование обязательно, и мы не можем включить подъезд в программу, если жильцы не смогли между собой определиться в том, что они хотят получить от этого ремонта. Есть перечень мероприятий, которые есть в этой программе. Эти мероприятия включают в себя замену окон, замену подоконников, замену плитки, покраску, замену лестничных перил, замена почтовых ящиков, замена входной двери, если она необходима, домофоны, если это нужно, тоже можно провести работы по его улучшению. Но у каждого жителя должно быть право выбрать тот цвет, ту плитку, а также те виды работ, которые он хочет видеть в своем подъезде. Вот для этого и нужны эти собрания. Обычно эти собрания организуются советом дома. В большинстве домов есть советы домов, где самые активные жители выступают от лица всех собственников. Вы что посоветуете в этом конкретном случае? Собрать собрание. Собрать собрание, наверное, может быть, стоит не с шапкой для сбора средств ходить, а с ручкой-блокнотом, познакомиться со всеми жильцами, может быть, даже определить старшего по дому, кто быстрее всех объединит, соберет и наберет нужное количество голосов. Каков должен быть процент явки? Процент явки для данной истории не является критичным. Желательно, чтобы это было больше 50 собственников, которые в этом подъезде живут. То есть даже если это будет 51 голос, то уже этот подъезд войдет в программу, этот дом, и там будет проведен ремонт? Мы подадим заявку, потому что у нас подъездов 6 тысяч, а в программу мы включить все одновременно не можем. Но уже мы отремонтировали порядка 2 тысяч подъездов за прошедшие 3 года. В этом году в связи с пандемией программа была свернута. К сожалению, невозможно проводить ремонты, когда есть ограничения по перемещению. Соответственно, в этом году у нас ремонты в минимуме несколько десятков всего подъездов, и то это те, которые являются реально аварийными подъездами. То есть в принципе у жильцов этого дома есть сейчас время для того, чтобы провести общее собрание собственников, принять решение и уже попытаться войти в программу на следующий год. На 2021 год абсолютно реально попасть в программу, особенно учитывая, что есть активный житель, который может на себя взять эту функцию, и не надо ни у кого там не просить денег, не ходить в шапке, а просто надо, вы абсолютно правильно сказали, с блокнотиком, с ручкой пройтись и попросить каждого проголосовать за тот или иной элемент. Все эти элементы описаны, они конкретно представлены в списке, и можно это выбрать, а уже какую плитку куда положить и какой цвет для стен выбрать, каждый жилец тоже может определиться сам. Ну по сути сегодня в современных условиях управления дома, оно лежит вот именно решение вопросов, как все будет происходить, именно на собственников. То есть жители зачастую как-то игнорируют этот момент, забывают об этом и, собственно, наверное, отсюда рождается недопонимание. Ну вы абсолютно правы, оно так и называется, общедомовое имущество. У имущества есть собственника, в данном случае это собственники квартир. Соответственно, они должны дать поручение управляющей компании, что они хотят, чтобы было сделано. Но при этом они все должны это между собой обсудить обязательно. У нас же демократия, мы должны обсуждать все решения. Поэтому здесь абсолютно прозрачные мероприятия, которые управляющая компания, она должна просить провести для того, чтобы не было потом конфликтов, что были навязаны те или иные решения собственникам. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Я Голицына, улица Советская, 52. У нас стоит контейнер синий, на котором написано пластик и жестяные банки. То есть ограничено. И получается, что пенопласт, стеклянное, стекло, я туда не имею права бросать. А подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Галина. Галина. Я так понимаю, речь идет об разноцветных баках? Да, синий. Конкретно о синем. Кирилл Романович, можете прокомментировать? Если там написано, что только пластик и жестяные банки. У нас, согласно стандарту Московской области, на каждой контейнерной площадке устанавливаются серая емкость и синяя емкость. Ну, если мы сейчас услышали, что на площадке установлен только синий, проверим. Если вдруг не установлено серая, а в части градации серый бак у нас для мокрых отходов, синий бак для сухих отходов. Синий бак... Пенопласт можно туда поместить? Да, в синий бак можно кинуть пенопласт. То есть, спокойно могут жители это сделать? Да, совершенно. Я думаю, что мы ответили на ваш вопрос. В том числе и стекло, и металл, и пластик. Кстати, вот если говорить о раздельном мусоре, мне кажется, за эти полтора года, хоть это совсем маленький срок, все-таки наметились определенные позитивные моменты. Если мы берем во внимание именно наш муниципалитет и наш округ, очень большое количество, вот, кстати, положительный момент жителей, которые не только придерживаются раздельного сбора мусора, не только приучают к этому своих детей, но и активно подключают своих друзей, соседей, свои территории. Мы неоднократно снимали материалы и про немчиновских активистов, и жителей, кстати, Голицына. Вот предлагаю сейчас посмотреть сюжет, на что идут деньги, выигранные на премии губернатора нашей Подмосковья. Давайте посмотрим. Наталья Петренко уже примерно год практикует раздельный сбор отходов, что маме пока дается не просто для дочки. Веселая игра с пользой и хороший пример с детства. Доброе макулатуру мы знаем, что это идет на благое дело, то, что собираем деньги мальчику. А все остальное тоже как-то по привычке, не знаю. Мне дочке даже прикольно это все сортировать. Это площадка для раздельного сбора отходов 25-я в Одинцовском округе. Появилась в Голицыно благодаря Екатерине Ванчиковой. Девушка-лауреат премии губернатора нашей Подмосковья, полученные за победу деньги, не раздумывая, потратила на установку баков. Я эту премию никогда не рассматривала как собственные деньги. Вот вообще никогда. Мне кажется, премию дают за хорошее дело, на хорошее дело, на продолжение хорошего дела. Как-то я даже не рассматривала это по-другому. На столе не мусор, а вторсырье. И практически для каждого есть свой контейнер. Например, пластик бывает разный, для мягкого отдельный бак. Перерабатывать этот материал можно до семи раз. А вот стекло бесконечно. С пакетами из-под молока или кефира дело обстоит сложнее. С одной стороны бумага, а внутри у нее полиэтилен. То есть вот это тетропак. Но в данном случае он у нас перерабатывается. Поэтому допили молочко, аккуратненько его промыли, чтобы не было остатков кефира, молока. Тихонечко, аккуратненько разложили, чтобы это не занимало много места. Чтобы практиковать раздельный сбор отходов, иметь десяток пакетов дома не нужно. Достаточно одного. Разобраться с баками можно прямо на месте. Пакеты, пленка, упаковка. Вот все сюда кладем. Допустим, вам пришла посылка, у вас там пузырьковая пленочка, которую мы все любим шлепать. Пролежала, пролежала, прошлепали всю. Сдали ее сюда. Правда, перед тем, как дать вторую жизнь бутылкам, банкам или, например, упаковкам от шампуня, нужно все тщательно вымыть. И можно не сомневаться, в Тор сырье отправится на переработку, а не на мусорный полигон. Одежду мы отправляем на благотворительность. Все остальные позиции мы отправляем на заводы переработки, а пластик перерабатываем сами. Плюс мы принимаем еще резину, но также переработку. Тем самым потом застилаем детские площадки, там спортивные комплексы. Специалисты утверждают, 90% того, что мы выбрасываем в мусорное ведро, можно переработать, а не свозить на полигоны, нанося непоправимый вред экологии. Сделать первый шаг к раздельному сбору отходов просто. Опытные люди советуют начать с макулатуры. Вот так, шаг за шагом, мы приучаемся к раздельному сбору мусора. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы нашим гостям вы можете задать, позвонить по телефону в студию 508-86-84. Кирилл Романович. Вообще, вот за эти полтора года действительно увеличилось сознательных людей число? Да, мы это видим. И те, кто готов разделять мусор, готов его сортировать, готов поставить пару мусорных ведерков. Мы это можем видеть сами визуально на контейнерных площадках. Раньше стоял один бак синий, сейчас можно заметить, что их уже два. С каждым ростом... С каждым месяцем все-таки количество неправильного мусора в баках уменьшается. Сортировка мы видим, как мы можем сокращать серый отход, так как люди начинают сортировать, и они начинают делить его. То есть мы серый бак можем заменить на синий. Мы видим, что к концу 2019 года у нас было порядка 800 баков синих, а на сегодняшний день их уже 1700. То есть мы надеемся на этот рост. Это позволяет качественно сортировать и быстрее вводить продукцию в вторичное сырье. Михаил Владимирович, я знаю, что на территории округа остаются еще многоквартирные дома, которые не перешли, на территории которых микрорайонов не стоят контейнерные площадки. Как это сделать? У нас контейнерные площадки стоят на всех микрорайонах. Ну там, где еще мусоропроводом активно используются? Там, где есть мусоропроводы. Решение очень простое. Это установка синего бака на отдельной площадке. То есть у нас есть площадки, где вся площадка представляет из себя сооружение, в котором размещен один синий бак без серого. То есть мусоропровод принимает так называемый жидкий отход, а синий бак для раздельного вторично перерабатываемого мусора, он стоит на улице. Потому что жители не готовы, чтобы у них был заварен мусоропровод. Поэтому принято такое решение. Также у этих синих баков стоит и большой контейнер для КГМ. По поводу КГМ, опять же, по этим домам хотелось бы отметить одну хорошую тенденцию. Это то, что жители начали приучаться доносить КГМ до контейнеров, которые для этого предназначены. А не оставлять их рядом со своими подъездами. Ну сразу вышли, направо. Да, вот это неправильно. Сразу вышел, направо, это неправильно. Необходимо донести данный мусор до бака, который под него предусмотрен. А давайте узнаем у нашего телезрителя, делает ли он все по правилам. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, доносите ли вы ваш мусор до площадки для КГМ. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, Александр меня зовут. Ну скажите, Александр, честно, вот вы правильно мусор выбрасываете? Я бы хотел вопрос задать немножко другой, но очень такой важный, резонансный. Два раза я не могу, допустим, платить за мусор, правильно? Допустим, мы живем во Внеисок, в воду. И здесь оператор русский, и под Звенигреном у нас дача. Там тоже тот же самый русский оператор. И получается, что два раза приходится платить. И здесь, и там. То есть мы же не можем мусорить в двух местах одновременно. И здесь, и под Звенигреном. Если мы там находимся, а там, допустим, мы бываем очень редко, то здесь мы не мусорим. А если здесь находимся, то, соответственно, там мы никак не можем мусорить. И причем, значит, мусора там получается совсем немного. Часть, допустим, там листья, там ветки сжигаются. А этот мусор я фактически всегда беру с тобой на машине, когда забираюсь здесь, где прописан. То есть по прописке, если рассуждать логически, по прописке должна быть оплата. Где человек прописан, оператор один. Я правильно рассуждаю. Или пусть меня как-то, значит, разубедят в моем мнении. А мы сейчас этот вопрос передрисуем Кириллу Романовичу. По-моему, нет, 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 нет. Итак, Кирилл Романович, спасибо за вопрос. Вопрос актуальный. Тариф уже шестой год распространяется на квадратный метр. На сегодняшний день начисления идут не на проживающего, а на квадратный метр. Сколько у человека в собственности имеется, сколько он и должен оплачивать. На сегодняшний день у нас в ЖС рекоператорам предоставлены скидки. На сегодняшний день также в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства также представлена скидка. Это 20% в случае, если имеется рядом контейнерная площадка и идет непосредственно раздельный сбор. И могу поправить то, что на сегодняшний день рассматривается вопрос по дачному периоду. То есть сезонность это будет учитываться чуть позже. То есть в этом направлении работа ведется? Да, конечно. Есть нагрузка такая, но, к сожалению, тариф распространяется на квадратный метр. Михаил Владимирович, возвращаясь, телезритель, к сожалению, не ответил на вопрос. Мне кажется, он сразу переключился к своей проблеме, но, тем не менее, как практика показывает, далеко не все жители делают правильно и выносят правильно мусор на площадку КГН. Не доносят его просто зачастую. К сожалению, это пока так, но, повторюсь, тенденция к тому, что люди начинают принимать новые правила выноса и исполнять именно так данные требования, как это прописано в законодательстве. Вот она есть. И хотелось бы сказать спасибо тем, кто это уже делает. Вот и попросить дальше продолжать это делать. И тех, кто еще выносит к подъезду, начать все-таки доносить его до баков. Вот эти баки, они расположены достаточно близко к домам. И необходимость такого выноса, она обусловлена в том числе тем, чтобы у вашего подъезда было чисто. Ну, к сожалению, еще есть даже такие люди, которые мешок с мусором не закидывают внутрь бака, который стоит рядом. Ну, я вам хочу сказать, что, к сожалению, еще есть такие люди, которые пакет с мусором выбрасывают в окно. И впоследствии этого случаются разные травмы. И, безусловно, здесь, мне кажется, зона ответственности каждого должна быть, в первую очередь, перед самим собой. Чтобы он понимал, что он делает, в какое время и в какое место он направляет тот или иной мусор. Михаил Владимирович, в самом начале нашей программы мы говорили про рейды, которые сейчас снова проводятся, и зачастую проблема с вузом мусора возникает из заключения договоров. Их просто попросту нет у торговых центров, у юридических лиц. И, собственно, Госаднотехнадзор выявляет таких недобросовестных владельцев. Почему это происходит? Реформы мне полтора года. Почему собственники, владельцы предприятий, владельцы торговых центров, небольших магазинов игнорируют этот вопрос и сбрасывают мусор на муниципальные площадки, тем самым прибавляя работы местным властям и загружая рекоператоров? Ну, я думаю, основная причина здесь в том, что большинство торговых площадей, они сдаются в аренду. То есть там работают не собственники данного здания, а арендаторы. Ну и, соответственно, арендатору ему, в принципе, как-то не особо интересно... То есть это не мой вопрос, получается, да? Да, решить этот вопрос. А еще, возможно, там уже и не арендатор, а субарендатор. И плюс там на месте не управляющий, а просто продавец. Ну и, соответственно, эта вся цепочка, она достаточно длинная. Соответственно, здесь вопрос именно так звучит следующим ракурсом. Штраф за отсутствие договора очень существенный. Какой? Ну, там в зависимости от, повторюсь, от того, какие были допущены нарушения и от объемов этих нарушений, достигает нескольких сотен рублей. Если еще это экологически ущербно считать, то там и под миллион может получиться. Поэтому здесь все зависит от того, что выбросили, где выбросили, кто выбросил. То есть тут очень большая тарифная линейка. И эти штрафы, они бизнесу сейчас могут быть очень тяжелы, учитывая то, что пандемия сильно подорвала многие малые бизнесы. И мы стараемся это не применять в жесткой форме. Но, вы правильно сказали, такие недобросовестные, к сожалению, мусорообразователи, они вредят всем добросовестным, которые, честно, как положено, все делают. И на сегодняшний день мы ведем рейды, выявляем те договоры, которые не соответствуют нормативам и заставляем предпринимателей заключать уже на фактические площади, если это торговые площади или посадочные места, если это кафе. Потому что расчеты ведутся именно от нормативов возникновения мусора на тех или иных объектах. Поэтому здесь хочется отметить, что у нас договорами охвачены практически все юридические лица, но в этих договорах есть достаточно большой объем тех, кто заключил их с некоторой хитринкой. Я пытаюсь такой мягкий термин применить, с целью сэкономить и загрузить наши муниципальные площадки. Сейчас мы прошли первый этап, наладили работу системы в крупную и начинаем делать уже ее тонкую настройку. Под тонкой настройкой как раз подразумевается балансировка нормативов на каждой контейнерной площадке и выявление, откуда же мусор на эту контейнерную площадку приносится, привозится и выгружается. Откуда он там материализуется? Мне бы хотелось, чтобы нашего программы в сегодняшний эфир мы завершили на такой позитивной ноте. Я хочу от вас буквально несколько слов похвалы для тех жителей, которые исправно разделяют мусор, которые исправно оплачивают счета за мусор, за вывоз мусора, которые исправно несут мусор на площадке с КГМ. Вот от каждого, Кирилл Романович. Ну, хочешь сказать спасибо, что мы все вместе строим новую отрасль. Мы вместе. Мы вместе строим новую отрасль и мы к ней придем быстрее с такими людьми. Михаил Владимирович. Наши люди, они всегда позитивно откликаются на те инициативы, которые им близки. Эта инициатива, она попадает в дом каждого. То есть каждый из нас является мусорообразователем. Каждый человек в современной жизни образует мусор. И очень важно, что данное знание начало людьми приниматься. И они молодцы, что позитивно воспринимают все эти сложные на самом деле процессы. Потому что звучит просто разделять мусор. А по факту это целая новая философия в отрасли. Поэтому здесь хочется сказать, что наши люди, они очень быстро восприняли эту новую идею, приняли ее положительно. И сейчас мы стараемся сделать так, чтобы им было максимально комфортно жить с новой философией разделения мусора. Присоединяйтесь к раздельному сбору мусора и всем вместе мы сделаем нашу планету чище. Вы смотрели главную тему. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok